Благодаря вступлению в силу нового уголовно-процессуального кодекса планируется разгрузить следственные изоляторы. По предварительным данным Государственной пенитенциарной службы, после нового года на свободу выйдут порядка трех тысяч человек. В то же время документ, вступивший в силу 20 ноября, значительно упрощает процедуру возбуждения уголовного дела. Новый уголовно-процессуальный кодекс расширяет права подследственных. Срок содержания под стражей существенно ограничен. Лица, которым инкриминируется деяние на срок лишения свободы до трех лет, вообще не подбергаются этому наказанию. Граждане, чьи родственники и близкие содержатся в СИЗО, слабо осведомлены о вступлении в силу новых правил и сроках их реализации. Я слышала, но ничего конкретно об этом не знаю. А вы к кому пришли, если не секрет? Не секрет, к сыну. А сколько он находится уже? Он полгода в СИЗО. Парню. А скажите, сколько он уже находится в СИЗО? Девятый месяц. А потому что нет точных, то что мой парень, например, он это преступление совершил. Просто-напросто никто не может ничего доказать. Но его все-таки держат. Можем. Сколько он находится в СИЗО? Семь месяцев. Семь месяцев. Трайс-таки обменяется? Ну, легкая. Легкая, да? А знаете, что 20-го числа вступил в силу новой уголовно-процессуальный кодекс? Нет. Всего в украинских СИЗО содержится около 40 тысяч человек. Более 25 тысяч уголовных дел уже переданы в суд. Часть подследственных, чьи дела еще находятся на рассмотрении, могут выйти на свободу. Новый кодекс подразумевает применение таких мер пресечения, как домашний арест и денежный залог. Теперь человек не сможет содержаться под следствием полтора года. Ранние сроки содержания под стражей для заключенных под стражу были 2, 4, 9, 12 и 18 месяцев. Теперь срок 18 месяцев отпал. Максимум, что человек может быть за следствием, это 12 месяцев. И за судом. Ранние сроки не оговаривались, сроки нахождения человека за судом. Теперь оговорено, каждые 2 месяца сроки должны будут переопределяться. И четко оговорено, что сроки должны быть разумными. Разумность сроков будет определять суд, исходя из необходимостей дальнейших следственных действий. Тяжело сказать, что нынешний Уголовно-процессуальный кодекс существенно либерализирует карательную систему. К примеру, лишь за несколько суток вступления в силу документа возбуждено 15 тысяч уголовных дел. По мнению экспертов, новый кодекс очень неоднозначный. Лишь внесение в него значительных изменений сможет защитить население от превышения полномочий правоохранителями. Константин Гречаный, Евгений Войтенко, телекомпания «Круг». Константин Гречаный, Евгений Войтенко, телекомпания «Круг». Константин Гречаный, Евгений Войтенко, телекомпания «Круг».